Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал. И если ты здесь еще впервые, то обязательно подписывайся, я думаю, нам будет интересно вместе. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, как я поменяла свой просто старый убитый телефон на абсолютно новый. Вот он все еще в пленочках, сегодня мы с вами вместе снимем эту пленочку. Вот, в общем, я расскажу, как я абсолютно бесплатно поменяла свой старый телефон, айфон, на новый. Вот, поехали! Возможно, многие знают, что так вообще можно делать, но лично я не знала, и это видео специально для тех, кто такой же динозавр, как я, и не знал, что существует такая вообще функция о том, что можно его бесплатно поменять. Поэтому это видео для вас, слушайте, смотрите, вникайте, запоминайте, и не знаю, в общем, поехали! Началось все с того, что мой предыдущий телефон просто перестал заряжаться. Ему было год, он был немного в царапинках, то есть, ну, в принципе, он у меня, у него были следы эксплуатации, но он никуда там воду не падал, хотя он водонепроницаемый, но, в общем, я его никуда не ныряла, он у меня с высоты не падал, в общем, все у него было окей. Ну, следы эксплуатации, да, у него были. И, возможно, у него был загрязнен вот этот вот, как он называется, короче, камень, куда вставляется заряжать, в общем, вот этот разъем. Возможно, он был загрязнен, и, в принципе, это единственное, что могло повлиять на то, что он у меня перестал заряжаться. Реально, телефону было год, год в использовании, и он просто перестал заряжаться. Вот, я не знала, что мне делать, я написала в поддержку Apple, типа, вот у меня такая проблема. Естественно, первое подозрение, когда у вас не заряжается телефон, это проблема в вашем кабеле, то есть, я сразу же давай проверять все свои шнуры, у меня они были оригинальные, не китайские, хотя я вставляла в розетку его, пробовала заряжать, у меня на экране выскакивала табличка, типа, что он не расцифицирован, ну, знаете, когда китайский зарядник, пытаешься заряжать китайским зарядником, иногда бывает, эта табличка выскакивает на телефоне. Вот, у меня она выскакивала и с оригинальным штекером, и с оригинальным проводом, то есть, я пробовала и менять на китайскую, и на оригинальную, у меня все равно телефон не заряжался. Я пыталась искать эту проблему в интернете, и ее просто нету, ну, вот реально, никто не сталкивался с такими проблемами, то есть, у кого-то проблема была либо в разъеме, он был грязный, я его почистила, он у меня был абсолютно чистый, то есть, я поняла, что дело реально не в штекерах, ни в каком-то внешнем факторе, именно проблема в телефоне, либо я посадила батарею, либо что. Я решила пойти в сервисный центр, расстроилась, что у меня нету чека, у меня все будет не по гарантии, оказывается, ни чек, ни коробка, вообще ничего не нужно, просто, если вашему телефону меньше двух лет, то есть, гарантия идет два года, не год, год идет гарантия от продукции Apple, и еще год идет гарантия дополнительная, там, по прав потребителей, в общем, два года с момента вашей покупки вашего айфона, там, макбука или еще чего-то, два года идет ваша гарантия, когда вы можете бесплатно прийти именно в оригинальный сервисный центр Apple в вашем городе, их должно быть вообще не так уж и много, у нас им в городе два, вот, я пришла в оригинальный сервисный центр, принесла с собой коробку, расстроилась, что у меня нету чека, оказывается, чек не нужен, коробка не нужна, у меня просто взяли мой телефон, я думала, проблема будет с аккумулятором, мне его просто бесплатно заменят, оказывается, нет, у меня проблема была какая-то заводская, и если у вас, внимание, если у вас проблема какая-то заводская, вам ваш старый аппарат меняют на новый, прикиньте, реально, я просто была в шоке, типа, мне сказали, что если у вас там какая-то проблема, если у вас, точнее, какая-то запчасть там, может быть, сломалась или еще что-то, мы вам ее заменим, но если проблема какая-то в чипе или что-то такое, в общем, если проблема заводская, то вам поменяют ваш телефон на новый, вот, я безумно этому обрадовалась, Подумала, что, блин, круто, если меня поменяют мой телефон на новый Вот, и оказалось, что, в принципе, это очень распространённая проблема Именно на шестых и седьмых айфонах Когда они там, некоторые выходят айфоны с браками С браком, поэтому их заменяют на новый Вот, как и случилось, в принципе, и с моим телефоном Не знаю, что именно там было не так Но факт в том, что он мне перестал заряжаться Я пошла в сервисный центр, и меня поменяли на новый айфон Вот, я была безумно рада этому Я всё ещё рада, что теперь у меня новый телефон Я даже думала о том, чтобы продать его и купить, например, какой-то другой Повторяюсь, не нужна никакая ни коробка, ни чек Вы просто приносите свой айфон, говорите вашу проблему Вам дают выписку 5-10 дней, когда там всё рассматривают Потом звонят и говорят, что там вам заменят детали Или вам привезут новый айфон В моём случае я была без телефона где-то 8 дней Ещё клёвая фишка в том, что теперь От этого моего нового айфона идёт плюс 2 года гарантии То есть эта гарантия снова возобновляется И если вдруг у меня этот седьмой айфон опять окажется каким-то бракованным Я, знаете, до такой степени везучий человек Что вполне возможно, что он у меня через год опять перестанет заряжаться Или я как-то посажу батарею То мне бесплатно в течение двух лет гарантия действует Всё, окей, приходите, меняйте или там заменяйте детали Ремонтируйте, всё, это просто бесплатно Я лично не знала Я знала, что есть ремонты у Apple бесплатные Но я не знала, что могут поменять на новый аппарат Прям такой же новый Это очень круто, по-моему Причём эта функция в сервисных центрах на обмен телефона Есть именно у Apple Потому что только эта компания вот так вот сильно заботится о своей репутации И вы только подумайте, насколько это вообще невыгодно компаниям Например, у Samsung и других телефонов просто нет такой фигчик Просто потому что это невыгодно компании И это, естественно, невыгодно и компании Apple Но они так сильно заботятся о своей репутации Что если вдруг ваш телефон неисправен, то мы вам его просто поменяем Это очень круто Давайте теперь, наконец-таки Я вчера забрала, кстати, этот телефон И специально дождалась сегодняшнего дня, чтобы здесь снять видео И на видео снять эту плёночку Блин, это клёвое чувство, конечно Блин Вот он просто идеально чистый, идеально новый Это очень круто, серьёзно Ещё, наверное, я бы хотела вас предупредить о такой штуке Что когда вы понесёте Решите вдруг понести свой телефон в сервисный центр То не будьте такими дебилками, как я Учитесь на моих ошибках И не забудьте сделать резервную копию Как она делается, можете загуглить Я не буду сейчас это показывать, рассказывать Просто сделайте на свой компьютер, ноутбук или планшет Резервную копию И когда вы получите новый аппарат Он же будет полностью новый У вас там не будет ни ваших фото, видео И вы сделаете эту резервную копию Потом просто восстановите её при включении вашего нового айфона И у вас все ваши данные сохранятся Как это ни сделала я Ну, я просто неожиданно решила понести его в сервисный центр Как-то, знаете, и вообще не подумала Вот Поэтому вы обязательно думайте И, в общем-то, на этом всё Сейчас, наконец-таки, буду сидеть Разбираться в новом своём телефоне Не реально, он просто как новый Вот, хоть у меня и был точно такой же Но он новый И это очень круто И то, что в нём нет ничего Мне пришлось создать даже новый Apple ID Потому что я дебилка тоже ничего И не записываю, и не запоминаю Вот, и в связи с этим я скачиваю все приложения Заново делаю Свою галерею создаю заново В общем, какие-то там заметки вспоминаю Какие должна была я хранить в своём телефоне В общем, поменяю сейчас обложку Сделаю какую-нибудь клёвенькую Скачаю кучу классных приложений Обязательно засниму вам, кстати, видео Ставьте лайк, если вы бы хотели такое видео О том, какие я установлю себе приложения на телефоне Какими приложениями я пользуюсь Я сама люблю такие видео Так как я люблю находить новые клёвые приложения Вот, и да, я знаю много классных приложений Поэтому ставьте обязательно лайк Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на мой инстаграм Я стараюсь его прям хорошо так вести У меня там куча полезной и реально клёвой информации Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на инстаграм Jessica Milkat Подписывайтесь на ютуб Ставьте лайк И всех целую До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok